Обстрелы небольшого севера Донецка на западе Луганской области практически не прекращаются. Вот уже несколько недель город подвергается бомбардировкам со стороны российских военных. Минобороны России заявили, что после отхода от Киева сосредоточат свои силы на юге и востоке Украины. Они уже заняли здесь большие участки территории и продвигаются дальше. Совсем неподалеку от севера Донецка идут бои. Люди научились различать звуки выстрелов. Александр, как и многие другие жители города, перебрался в бомбоубежище. Его дом пока цел. Удалось спасти от пожара. Но у соседей все разрушено. Бомбоубежище нет ни воды, ни газа, ни отопления. Свет, то есть электричество провели сами, своими силами. Младшему сыну Екатерины всего 9 месяцев. И последний он провел здесь, в подвале. Малыш очень боится громких звуков и постоянно плачет, говорит его мама. Ну, когда бахкает. Вот сильно, если бывало тут такое, что он очень сразу плачет. У старшей Катиной дочери скоро день рождения. И ребенок не хочет никаких игрушек и подарков, кроме одного. Хотела, чтобы война закончилась. Но пока война в этом регионе только сильнее разгорается. Ожесточенные бои идут все ближе к Северодонецку. Полиция пытается найти людей, которые прячутся в убежищах, и вывезти их на запад Украины, в более безопасные места. А куда? Куда идти? Куда идти? Чувание, все будет. Все бескоштовно. Едете? В этой школе люди прожили весь последний месяц. Сначала не хотели никуда ехать, надеялись вернуться домой. Но сейчас очевидно, в скором времени в свои дома вернуться не получится. Да, ну, невозможно. Жена, что она вообще теряет сознание. Я бы, может, еще продержался, а жена бы не возьму. Тут люди я. Доброго дня. Полиция. Давайте. Не думала, чтобы приезжать. Не надо выезжать. Войну пережила, дитем была. Три года. И сейчас. Хоть бы умер, ты спокойно. Власти Украины и местные глава призывают жителей восточных регионов Луганской и Донецкой областей срочно уезжать. Потому что, как сказал глава Луганской администрации, шансов спасти себя и родных от российской смерти с каждым днем все меньше. Я еще раз ко всем обращаюсь. Не медлите. Ситуация ухудшается, железная дорога была обстрелена. Немного там выбыла из строя инфраструктура. Мы ее отремонтировали, но сможем ли мы отремонтировать завтра, никто не знает. Если мы будем вывозить людей автобусами, мы сможем сделать только одну ходку в день. Поэтому не ждите. Вспомните обстрелы вчерашние в Лисичанске. Не буду даже говорить про Попасное, Рубежное. Там вообще ужас. Но далеко не все готовы эвакуироваться. Те, кто остается, запасаются водой и продуктами. А как? Без воды, без света, без газа, без тепла. Как? Вы думаете? Дуже погода. Это спасибо вам, что... Бачите, какими-то все замурзані, грязни. Так, куда мы поедем? У меня животные дома. Хватает животных. Их куда? Не всех животных берут. А бросить – это то же самое, как человека бросить. Поехать-то можно, но только. Как, знаете, говорится, где родился, там и пригодился. Эта машина с детьми поедет в Днепр. Родители вынуждены отправлять своих дочерей и сыновей в более безопасные места. Алеша оставляет дома любимую собаку. И очень хочет вскоре вернуться домой. Дома лучше. Десять не война, да? Да.